Итак, всем привет! Это у нас уже будет четвертая часть видео посвященная таким замечательным устройствам как iJust от компании Eleaf Значит, если вы не смотрели три предыдущие части советую перейти по ссылкам в описании или может быть я тут как-нибудь добавлю эти ссылки и просмотреть три предыдущие части от iJust 2, iJust S и iJust Next Gen прежде чем начать смотреть, конечно же, эту часть ну, если вам они не интересны конечно же, можете не переходить и просто начать смотреть уже эту часть, она будет посвящена такому замечательному устройству которое называется iJust 3 это устройство находится на рынке с конца первой половины 2018 года значит, выходит это устройство вот в таких коробочках оно поставляется выходит это устройство в цветах значит, мы рассмотрим на данном примере цвет радужный и красный но также помимо них бывают цвета серебристый, черный, синий и пурный пурпурный, так называемый значит, такая цветовая линеечка у них значит, как выглядит коробка вот такая вот интересная полиграфия все коробки выглядят одинаково цвет на этих устройствах уже указывается в виде вот такой вот конкретно цветовой наклеечки кругленькая здесь на торце коробки для защиты данных устройств уже была внедрена новая контрамарка, которая помимо того, что можно было зайти и проверить по QR-коду проверить защитный код, который находился вот здесь под первой частью этой наклейки также, по-моему прочему, она была еще и защищена сама по себе для проверки специальной магнитной полосочкой которая лежит внутри коробки но видео по этой полосочке я снимал отдельной частью она довольно информативная и большая поэтому я тоже добавлю в описание вы сможете перейти и посмотреть скажем так, не будет лишним перейти и глянуть зачем нужна, видео по-моему называется зачем нужна магнитная полосочка в iJust итак, при вскрытии коробки нам открывался следующий вид вот такой форм-фактор имеет коробка внутри также следует заметить что каждый из представленных iJust имеет свою интересную текстуру я имею ввиду гравированный сам этот рисунок на корпусе вот на примере радужного мы видим один рисуночек одна гравировочка здесь идет а на примере красного она совершенно иная вот если их поближе так взять рассмотреть то и на каждом новом цвете эта гравировочка будет отличаться каким-то своим оригинальным значит рисунком но в это углубляться мы не будем в принципе все лучше прийти где-нибудь и посмотреть воочию какой рисунок вам больше понравится но скорее всего вам будет нравиться больше какой-то цвет я снова таки не буду рассматривать все цвета я рассмотрю два самых популярных и то только для того чтобы показать что отличаются немножечко гравировки но красный цвет вот к примеру я сейчас уже уберу в сторону и больше не буду к нему возвращаться значит пробежимся по характеристикам что существенно изменилось в этом устройстве если сравнить его с его предшественниками айджастами айджастами next gen и еще ранее айджастом s самым популярным айджастом который закрепился на рынке значит бачок унаследовал от своего предшественника айджаста next gen вот эту заправочную крышку которая отодвигается в сторону и значит бачок заправляется посредством вот такой сдвижной крышечки первый раз это было внедрено компанией или аф в устройстве которое называлось айджаст next gen предшествующая часть видео но вот этот бачок уже унаследовал вот такую крышку она показала себя как достаточно удобная крышка для заправки также устройство унаследовало форм-фактор самих испарителей хотя их конструктив конечно же отличается вот если взять выкрутить испаритель и сравнить его сейчас я где-нибудь тут на столе найду и сравнить его с испарителем от айджаста next gen вот так он выглядит то эти испарители абсолютно обоюдно заменяемые то есть этот испаритель можно поставить было на айджаст next gen точно так же взять испаритель от айджаста next gen и крутить в испаритель айджаст 3 они абсолютно подходили поэтому форм-фактор скажем так резьбы размеры унаследованы были от испарителя от айджаста next gen об испарителях мы сейчас поговорим немножечко попозже значит аккумулятор аккумулятор имел вот такой формат значит имел такую интересную гравировочку емкость данного аккумулятора 3000 мАч заявленная мощность данного аккумулятора 80 Вт я думаю он 80 Вт конечно же не выдает но около 75 плюс-минус где-то там примерно он работает но 80 конечно же в нем скорее всего нету но это так по моим личным тактильным ощущениям если сравнить его с теми же эталонными платами которые будут работать накрутить бачок на какой-нибудь плате накрутить 80 Вт нажать и посмотреть как он будет жарить и потом накрутить его сюда нажать то конечно же будет чувствоваться что разница небольшая есть в преднагреве ну и все еще конечно зависит от самого алгоритма работы ключей значит вот так выглядел аккумулятор значит бачок который применялся в данном сетапе не был произведен конкретно для устройства iJust3 этот бачок универсальный он также применяется в ряде других комплектных устройств которые выпускает компания Eleaf бачок этот называется Eloduro значит iJust3 и поставляется так что на нем если почитать информацию то на нем так и написано iJust3 и с бачком Eloduro значит вот так он подставляется этот бачок также в комплекте сразу лежит запасное стеклышко эта стеклышко гладкая но на баке по умолчанию установлено стекло бульба так называемое с увеличенным объемом но тем не менее компания Eleaf не заставляет себя как бы не заставляет пользователя думать о том можно или нельзя рынок наполненный всегда вот такими запасными стеклами то стекло которое в комплекте у вас лежит оно может конечно быть использовано как основное стекло но будет оно скорее всего использоваться как черновик если вдруг вы разобьете основное стекло то вы сможете использовать вот такое стеклышко для того чтобы пока месть попользоваться пока вы не купите вот такое вот стекло с большим объемом хотя может быть на вкус и цвет как говорится все фломастеры разные может кому-то и будет нравиться бак с вот таким просто гладким стеклом которое не будет выпирать за как говорится грань Значит, еще из отличий этого бачка от предшественника Я не знаю, сравнивать ли его или не сравнивать Потому что как раз таки предшественником являлся iJust Next Gen И у Next Gen как раз таки основным недостатком было то, что сам бак не откручивался от аккумулятора А являлся единым целым А сравнивать его с бачком iJust S уже как-то не сильно и целесообразно Но в целом, если взять все предшествующее в общем И сказать, чем этот бак отличается от всех предшественников Это тем, что, допустим, регулировка затяжки уже осуществлялась непосредственно на самом баке Вот таким вот колечком Значит, имела три воздушных канала Жидкость уже не скапливалась внутри, там в глубокой сильной тарелке Просто было небольшое блюдце Легко можно было слить конденсат, который там образовывался Значит, теперь перейдем немножечко дальше по комплектации А потом заново вернемся к испарителям плавно Значит, устройство комплектовалось следующим образом Если доставали мы вот этот клапан защитный Значит, здесь имелось вот такой пакетик с запасными всеми резиночками Кабель зарядки, инструкция на русском языке Магнитная вот эта полосочка, о которой я говорю в отдельном видео Выложу ссылочку Будет называться она Зачем нужна загадочная магнитная полоска И еще один запасной испаритель Теперь давайте уже, коль я взял в руки испаритель Перейдем к испарителям и рассмотрим, в чем же отличие этих испарителей Значит, с виду эти испарители абсолютно одинаковы Но если присмотреться к ним, то, конечно же, они имеют различные обозначения Как буквенно-цифровые, указанные на самих испарителях Так и визуальные испарители отличаются На одном из испарителей резинки вот такого красного цвета На другом испарителе резиночки черного цвета И внутри, соответственно, установлена сетка в обоих испарителях Данный бачок уже работает на сеточных испарителях В чем же разница этих сеток? Значит, если взять испаритель, который устанавливается по умолчанию И посмотреть на его сетку в разрез, то она будет выглядеть примерно вот так Это будет вот такая вот сеточка с четкими круглыми отверстиями Расположенными на определенном расстоянии друг от друга А если взять испаритель, который лежит в качестве запасного И посмотреть, какая сетка установлена в нем То в нем будет просто грубо плетеная, натурально плетеная сетка из нержавейки Скорее всего, я так думаю Хотя здесь... Или она может быть даже не хромовая Эта сетка, скорее всего, она не хромовая Судя по сопротивлению 0,2, это, наверное, все-таки будет не хромовая сетка Но так, по моим личным убеждениям, все-таки прижился уже на данный момент Больше на рынке испаритель вот такой С сопротивлением номинальным 0,15 Ома Который так по умолчанию вкручен в данный бачок Он больше всех продается Соответственно, больше всех пользуется спросом Значит, испаритель просто вкручится Тоже просто пропитывается жидкостью при первом запуске Как всегда, просто прям бутылочкой мы вовнутрь проливаем жидкость Ждем, пока все внутри намокнет Далее вот так совершенно спокойно скручиваем бачок И вот этой крышечкой здесь вот имеется такой характерный значочек Отодвигается в сторону и заливается прямо полный бак жидкости И можно, в принципе, дать ему постоять буквально минуту или пару раз затянуться Уверенно так хорошо без нажатия кнопки И после этого уже можно включать устройство И чуть-чуть начинать парить Уверенной такой, скажем так, хорошей затяжкой Вкусопередача и пароотдача у этого бака очень хорошая Значит, по запасному комплекту Значит, здесь лежат все резиночки, которые применяются в этом баке Лежат запасные всякие оринги Но из той резинки, которую стоило бы отметить Это внутри лежит вот такой вот клапан Который устанавливается здесь вот внутри Вместо этого клапана Он вроде как с виду, если присмотреться Он вроде как такой цельный Но если его разжать, то он имеет по центру прорез Значит, сделана это Реализация этого клапана сделана с той целью Чтобы, если вдруг у вас в кармане вот так открылся бачок То жидкость не начала вытекать А как бы этот клапан будет ее держать Она не будет спокойно выливаться Конечно, может она оттуда просочиться Никто не спорит Но спокойно выливаться она оттуда не будет Вот так, собственно, этот комплект будет выглядеть Если его собрать в целом В руке он лежит очень приятно Значит, давайте теперь пробежимся по недостаткам Выявленным лично мной Я же, как обычно, все показываю по-честному Без всяких спецэффектов и фальши Значит, по недостаткам бака Из недостатков бака я вижу только один существенный недостаток Это вот этот ринговый дриптип Который достаточно Как бы по цвету очень правильно подобранный Но он в то же время является пока не с редкостью на рынке И он при том, что если вы устройство уроните и разобьете К примеру, дриптип, он бьется И если вы разобьете этот дриптипчик То его замена будет достаточно дорогостоящей Значит, если вернуться к испарителям То видео по перемотке данных испарителей Есть у меня тоже отдельно снятое Не знаю я, если Могу, конечно, прикрепить к этому видео Ссылочка в описании По перемотке испарителей для iJUST 3 Я уже видео такое снимал ранее Она называется Перемотка испарителя iJUST 3 И ELA DURA, так называемого бака Значит, вот так вот эти испарители выглядят Ну, в общем, из недостатков бака Основных я бы все-таки выделю Сам бак мне очень нравится Хорошо все здесь реализовано Но если вот этот дриптипчик вы гэпните То, конечно, придется немножечко вам денег отдать Потому что каменные дриптипы достаточно недешевая штука Средняя цена такого дриптипа будет стоить где-то порядка Ну, скажем так, 5 долларов Вот такой дриптипчик будет стоить А разобьется он очень легко Вы буквально уроните Если он упадет И вот в таком удар будет В такой плоскости То, скорее всего, вы отколете кусок этого дриптипчика И это будет тоже такая, скажем так, неприятность Если вернуться к аккумуляторам На данный момент, конечно же, конечно же Я тоже выявил некоторые недостатки данного аккумулятора И основным недостатком Я считаю его очень неприятным Является все-таки кнопка Снова компания Eleaf Вернулась к кнопке, которая начала ломаться Если, допустим, в устройстве Значит, если в устройстве iJust S и iJust NextGen эта кнопочка не ломалась То здесь снова-таки эта неприятность случилась Я не понимаю, кто там сидит Они, видимо, поспешили Ворвались на рынок И не опробовали, что ли Или не успели Достаточное количество раз эти кнопки проверить Но, в общем, они уходили в iJust 2 На iJust S От этой кнопки ломающейся И в iJust S очень сильно Они этот вопрос этот победили Сделали просто не ломающуюся кнопку То в iJust 3 они снова вернулись К кнопке, которая ломается Я уже вот много раз видел Поэтому Все-таки с кнопочкой с этой нужно быть Она, возможно, из-за того, что она такая большая И вот эта площадь, на которую человек давит Позволяет надавить на нее сильно В общем, я не знаю, что Но Есть вот такой вот выявленный недостаток Так, в принципе, конечно же Устройство очень приятное и красивое Значит Что еще стоило бы отметить? Да я думаю, в принципе, на этом все Не будем затягивать это видео Значит 80 Ватт Испарители на сетке Заправка сверху Стекла запасные есть Все Заряжается такое устройство Снова таким зарядным устройством С мощностью 1 Ампер Хорошим кабелем Не берем тот кабель, который лежит в комплекте Я думаю, эти кабели сомнительного качества Но если взять хорошее зарядное устройство На 1 Ампер и хороший кабель То данное устройство с полного разряда до полного заряда Заряжается За 4 часа Испарители сюда подходят от iJust Next Gen Точно так же отсюда подходят на iJust Next Gen Испарители В общем-то, они каждое следующее устройство Испарители наследуют форм-фактор предшественников своих И так или иначе можно играться там, в общем, для разнообразия По перемотке испарителей я уже сказал Отдельное видео я прикреплю На этом, я думаю, с iJust 3 мы будем заканчивать По цветам тоже пробежались А следующее поколение iJust Я уже сниму в следующей части Вот они у меня уже, к слову, тут лежат Сниму в следующей части Значит, на этом у меня все Я буду с вами прощаться Для перехода на следующую часть попробую прикрепить сюда ссылочку Или все ссылки на каждую отдельную часть будут лежать обязательно в описании к этому видео Значит, я снимаю, как всегда, эти видео для вас Вот в таком вот хаос-формате Без всяких там коммерческих интересов Просто, скажем так, максимально просто, информативно и доступно Значит, зашел, посмотрел, все понял И пошел дальше там заняться своими делами На этом у меня все С вами был Григорий, Вебшоп Вегас Кривый Рог, до скорой встречи, пока!